То пойдет дождь, то выглянет солнце. Всю первую половину дня погода преподносила полевчанам сюрпризы. И если они не были по душе горожанам, то подарки от организаторов праздничных мероприятий 100% нравились всем. Одним из таких событий стал традиционный парад колясок. В этом году он приобрел статус городского. Теперь организацией конкурса занялись Дворец культуры Северского трубного завода и Управление культурой. Очень много участников заявлялось, может быть, кого-то испугали погодные условия. Много регистрировались уже на месте. То есть на данный момент парад состоялся из 24 колясок. Очень разные. Родители безумно талантливые, креативные, просто потрясающие. Юный депутат проехал по площади, как и подобается, сбирательной урной, закрепленной на коляске. Цветочная поляна из воздушных шариков внесла в парад радужные краски. А корабль с пиратским флагом стремительно пронесся вокруг фонтана. Вот так, ярко, креативно, празднично и со вкусом были оформлены коляски участников конкурса. У меня здесь есть свой интерес, так как месяц назад у меня родился внук. Я думаю, что на следующий год мои креативные дети тоже захотят поучаствовать в таком параде. Ну, а я, может быть, чем-то помогу им, подсказав какие-то наиболее креативные моменты. Очень замечательный праздник, очень правильный и создающий настроение всему сегодняшнему празднику. Семья Куприяновых сегодня впервые демонстрирует на публике свою коляску, оформленную под божью коровку. Ирина – самая главная рукодельница в семье. Себе она сделала повязку в черно-красной гамме, мужу Ивану оформила футболку, а восьмимесячной Таисии сделала заколочки и крылышки, как у божьей коровки. Мы стараемся участвовать везде дома, не любим сидеть, поэтому все мероприятия стараемся посещать сами. Коляска у нас готовилась несколько дней, все по очереди, отдельно крылышки, отдельно торшер красили краской. Все, то есть по отдельности, додумывали где-то, придумывали, ходили по магазинам, смотрели. Вообще активист у нас мама, заставляет нас с дочерью принимать участие во всем, чем можно. А дочь не мешала? Дочь помогала. Дочь помогала. Она у нас умница, спокойная. Хлоп-пихла, пихла, 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 пихла. Вот так вот так, вот как мы помогали, да, Тася? Вот как мы делали колясочку. Раз масштаб городской, значит и подарки должны быть соответствующие. Не поскупились на призы для участников спонсоры праздника. Каждая семья получила сертификаты, игрушки и массу других полезных подарков. Полегчане еще долго могли наблюдать в парке семьи с необычными колясками. Они, безусловно, привлекали внимание простых прохожих и вызывали лишь восхищение. То, что происходит сегодня в парке, просто замечательно, чудесно. Конкурс колясок, супер. Мне так понравилось. Я вот, как только обедусь в луком, я обязательно буду участвовать в этом конкурсе. Пока юные участники конкурса спали, изрядно утомившись от всеобщего внимания, родители успевали пробежаться по ярмарке «Город мастеров». Здесь и часа не хватит, чтобы осмотреть поделки каждого мастера. Полегчане привыкли каждый год в День города приобретать для себя красивые вещи в стиле хендмейд. Поэтому и в этот раз ярмарка была в центре внимания. У города какой-то маленький такой творческий отчет у них получается. И с удовольствием каждый раз что-то для себя новое открываешь. Добрая традиция. Пусть она продолжается. Пусть будет все больше у нас людей, которые увлекаются рукоделием, которые умеют обрабатывать камни, бересту, заниматься другими интересными вещами. Это притягивает, это говорит о разнообразии интересов наших полегчан. Светлана Белякова сейчас в декретном отпуске. Это и подтолкнуло ее к рукоделию. Браслеты, серьги, подвески из бисера или металла. Светлана любит свое хобби, поэтому решила поделиться своими знаниями с другими. Вообще занималась очень много хобби. И вышивала, но эту вышивку просто уже стен нету весить. И шить пыталась, но мне не нравится. Остановилась только на игрушках. А к украшениям пришла, потому что ходишь по магазинам и не нравится ничего. Или качество не нравится, как собрано, темнеет и так далее. И начала просто для себя делать. Где-то сережки, ну же все носить не будешь. Потом постепенно подружкам начала делать. И вот сейчас решила для всех хорошее дело делать. Покупатели есть, постоянные берут, нравятся. Поэтому думаю, что делом хорошим занимаюсь. Культурно-экспозиционный комплекс «Бажовский» является организатором этой ежегодной ярмарки. Гончары, ювелиры, рукодельницы, творческих направлений, представленных на городе мастеров, с каждым годом становится больше. Более 30 мастеров представили сувенирную продукцию для жителей нашего города, чтобы их порадовать. Но а столы – это отдельная тема для разговора. Вот признательно и благодарно фонду «Синара». Благодаря им мы на новых столах, красивых, и выглядим по-другому. Правда? Хочется на нас смотреть, смотреть, смотреть. В этом году на аллее в городском парке можно было видеть мимов и артистов на ходулях, которые развлекали полевчан, фотографировали с ними и усиливали и без того праздничное настроение. Ольга Демьянец, Александр Полищук. Новости нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова